Почему Российская Федерация закрывает почти 100 шахт на Донбассе и как избирателей в Мариуполе собирали на пляжах? Об этом поговорим с нашим гостем. Это Сергей Гармаш, журналист, президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Ну вот Россия намерена закрыть почти 100 шахт на временно оккупированном Донбассе. Работать продолжат только 15 предприятий, на которые, по утверждению российских властей, есть инвесторы. Что вообще происходит с угольной промышленностью региона? И какая судьба ждет вот эти 100 шахт? Их закроют, превратят в какие-то незаконные копанки, оборудование вывезут. И кто будет работать на оставшихся 15 предприятиях? Ну, здесь нужно иметь в виду, что вообще угольная отрасль Донбасса давно убыточна. Она просто выработала себя. Там уже сверх глубокие шахты, уже, наверное, только в Китае есть. И они очень аварийны и опасны. И то, что украинское государство часто не закрывало убыточные шахты, на поворот платило дотации, было вызвано просто тем, что наша правительство заботилось о людях. Потому что большинство, скажем, вот этих шахт, которые сейчас будут закрываться, они являются бюджетообразующими или, скажем так, городообразующими. То есть они были центрами поселков небольших шахтерских городков. Своя семья там работала, да? Ну, фактически, да. Если такую шахту закрыть, то фактически целый город остается и без работы, и без социальной сферы. То есть очень часто именно эти шахты, скажем, были держателями на балансе каких-то коммунальных учреждений, клубов и так далее. Поэтому украинское правительство долгое время не закрывало именно из-за социального, скажем, аспекта эти шахты. Хотя они были нерентабельными. Ну, Россия вот с 2014 года, когда она оккупировала территорию Донбасса, она, скажем, не церемонилась с этими людьми. И фактически каждый год сокращала угольную промышленность, закрывала эти шахты. И сейчас после аннексии, скажем, подошли максимально прагматично к этому вопросу. И, насколько я понимаю, остаются только те шахты, которые энергетически добывают аналитический уголь. И им обеспечен сбыт этого угля на две местные электростанции. Так называемая ДНР захвачена две управленские электростанции. Либо это куксовый уголь, который, скажем, пользуется спросом на международном рынке. Его будут вывозить просто под видом российского угля. Вот насчет инвесторов, интересно, что засветился уже один такой инвестор, недавно приезжал в Донецк, Саша Клименко. Помните, был министр доходов и сборов у Януковича. Вот член, как говорится, семьи. Помните, была такая явление, семья Януковича. Вот сейчас он один из инвесторов на одной из таких шахт засветился, приезжал в Донецк. Поэтому понятно, что вот эти шахты, возможно, в них будут вкладываться деньги. Но это рискованная инвестиция, все-таки, учитывая, что территория оккупирована, есть возможность и большая вероятность ее деоккупации. Поэтому там, скорее всего, будут заставлять даже, я думаю, вкладывать деньги. Бывших Курченко, там вот Янукович, возможно, вложится. Я уверен, что, скорее всего, вложится где-нибудь в Макеевке. Вот Саша Клименко. Россияне вряд ли будут вкладывать свои деньги в рискованную территорию. Что касается остальных шахт, ну, я не думаю, что там будут копанки, потому что, еще раз, сверхглубокие, скажем, залежи, пласты, там, где они выходят на поверхность, там копанки уже работают, мы можем за это не переживать. Я думаю, что они будут затапливаться. Дай бог, чтобы затапливались контролированно, потому что, если вода будет выходить на поверхность, она будет... Но перед этим, правда, все, что могут, вырежут, вывезут, украдут? Ну, само собой, я думаю, там уже многое вывезли, вырезали, и, скажем, это было понятно. И все 9 лет этим и занимались. Вот, еще раз, если будет затопление, оно будет. И если оно будет неконтролируемым, то есть опасность загрязнения вообще сельхозугодий, то есть это саланчаки, потому что вода очень агрессивная, шахтная. Есть опасность, ну, даже провалов под землю, домов, жилых помещений, подъема, опять же, шахтных газов неконтролируемого. Люди в подвалах могут обнаружить, в себе шахтный газ. Ну, и есть, были уже случаи отравлений даже таких. Поэтому, ну, серьезные риски есть, конечно. И, опять же, насколько российское государство, вот об этом не объявляю, да, готово вкладывать в цивилизованное закрытие вот этих шахт, этих угольных предприятий. Ну, я, честно говоря, не уверен, что готово, потому что, ну, опыт 9 лет, когда даже шахта Юнком, на которой был произведен в качестве эксперимента ядерный изрыв в 79-м году, вот ее первоначально вообще закрыли, законсервировали не, скажем, без радиологического учета, там, лабораторию даже радиологическую брали. Потом, насколько мне известно, скажем, по требованию людей, потому что были протесты в Янакиево, это в Янакиево. Шахта находится, скажем, в лабораторию. Там вроде бы оживили, но, опять же, по требованию людей. Поэтому, если такой подход даже к такому объекту, ядерному фактически, да, потому что, представьте, зараженная радиационная вода подняла спиноповерхность. Вот если даже к такому объекту такой подход, то я не уверен, что к остальным, скажем, более безопасным объектам, хотя угольные шахты труда называют безопасным объектом вообще, вот что там другой будет, подход более серьезный. Окупанты завершили проведение фейковых выборов на временно оккупированных территориях и уже объявили предварительные результаты. Ну, ожидаемо победителем в депутаты Республиканского совета стала партия «Единая Россия» везде, везде причем. А вот явку они держат в секрете. Была информация, что в Мариуполе людей даже вот на пляжах собирали. Что вам известно об этом фарсе, который назвали выборы на временно оккупированных территориях? Ну, если мы говорим о явке, то последние данные по ДНР были опубликованы 10 сентября, то есть в последний день в 12.00, а выборы длились до 15.00. И вот в 12.00 они называли явкой 76,5%. Сейчас действительно данных официальных, я сегодня сам, мне было интересно, искал официальные данные по конечной явке, нигде этих данных нет. Но все цитируют Пушилина, который сказал, что явка практически 80%. Получается, за три часа они набрали 3,5 голосов избирателей, если верить Пушилину. Я не знаю, следует ли ему верить здесь. Я знаю, что ставилась задача вообще более 80%, то, чтобы около 90% было. Это мне инсайды из Донецка, скажем так. Но вот когда они увидели, что явка низкая везде, и ДНР уже даже 76% вышел на первое место вообще по России, то, скорее всего, они решили остановиться на 80%. Явка низкая, давайте говорить, скажем так, ну реалистично смотреть на этот вопрос. О чем это говорит? О том, что, во-первых, была провалена паспортизация на оккупированных территориях. МВД России декларировал, что они до 1 сентября паспортизируют все новые, как они говорят, территории Украины. И в то же время на этих выборах, так называемых, людям разрешили голосовать по любым документам, даже украинским паспортам. Причем это говорит о том, что провалена паспортизация. Это первое. Второе. Эти выборы проходят на фоне фактически перманентной мобилизации. И мужчины на Донбассе просто не захотели, скажем, идти и фиксировать свое наличие, свое присутствие по месту жительства. Потому что они понимают, что завтра это может быть мобилизация. Поэтому низкая явка, ее накручивали вот как могли. Скажем, мы знаем, что сначала вообще эти выборы, не сначала вообще, они проходили в трех ипостасях. Это, так называемое, предварительное голосование, когда людей просто на улицах, там, возле подъезда встречали с урнами, два автоматчика, две тетки. В квартиры даже заходили тоже просто. В квартиры возле подъезда. Как правило, стояли возле подъезда. Или в общественных местах. И людям просто приходилось голосовать. Причем им предлагали проголосовать не только за себя, но и за тех, кто прописан на ежу площади. Хотя неизвестно, человек живет там или нет. Но предлагали. Это тоже инсайт, скажем так, от надежных людей. Параллельно в России работали экстерриальные участки во всех субъектах практически федерации, на которые проконтролировать, сколько там действительно беженцев, как они проголосовали, невозможно. Ну и вот последние три дня было голосование, как они называют, основное, которое дало в два раза больше, чем на предварительном голосовании в день. Ну даже больше в некоторые дни. Поэтому я думаю, что фактически выборы были, ну скажем так, символическими для того, чтобы показать их факт, их, скажем, то, что они произошли. Явку нарисовали, какую смогли, скажем, с учетом, ну и того, что там были все-таки какие-то, ну не наблюдатели, это называлось, международные эксперты. Ну и просто, наверное, все-таки межпартийная борьба все-таки какая-то есть там, да. За кого люди голосовали, не имело значения, в принципе, было очевидно тоже. Им, кстати, так и говорили, главное придите на выборы, за кого проголосуете, неважно. Потому что, ну, оппозиционных партий в России нет, Единая Россия изначально была, скажем, определена победителем на этих территориях. Ну да, все остальное это подтанцовка, это понятно. Какие выборы? Какой, да. Извините, перебью. Интересно, чем? Год назад фактически произошел же референдум. Я просто сравнил данные явки населения на этот референдум и сейчас на выборах. И представляете, в ДНР потерялось 300 тысяч почти избирателей куда-то вот на этих выборах. Причем, по идее, после того референдума, они же еще успели захватить там и Бахмут, и другие несколько населенных пунктов. То есть, по идее, население должно было бы быть больше, избирателей больше. А по факту 300 тысяч куда-то делись. Интересное наблюдение, да. Либо наелись русского мира, либо вот не учли вот этих аспектов, когда рисовали свои цифры. Мне кажется, знаете, это в первую очередь мужчины, о которых вы говорили, что они просто побоялись приходить на эти так называемые участки и побоялись, чтобы их зафиксировали в присутствии адреса. Потому что завтра просто отправят в мясные штормы. Скажите, такой еще вопрос. В центре Донецка погиб пропагандист, так называемый ДНР, Геннадий Дубовой. Он призвал к войне, убийством украинцев, называл себя летописцем Моторолы. И что интересно, Дубового задавили на машине российские военные прямо в самом центре города, перед зданием администрации. Есть информация, что за рулем был командир комендантского полка ДНР Вячеслав Сниткин. И вот он постоянно гонял по городу на запредельной скорости и еще и хвастался вот этим в соцсетях. Что можете сказать по поводу всей этой ситуации? Ну, знаете, это такая горькая ирония, действительно, что человек, который, скажем, действительно, восхвалял эту войну и был пропагандистом русского мира, фактически от этого русского мира и от этой войны пострадал. Причем, судя по его последним публикациям, он уже был достаточно разочарован в том, что происходит. И, кстати, он давно уже разочарован в ДНР, так называемый. Но у него были еще надежды на Россию, какие-то иллюзии идеологические. Сейчас по последним публикациям они уже исчезли. И, ну, такая смерть, это, конечно, знаете, если бы хотя бы в бою военкор погиб, то да, ну, под колесами тех, кого ты прославлял, это не очень приятно. Тем более, что, ну, я лично, кстати, с ним был знаком, был донецким журналистом, он не из России приехал. И, хотя журналистом его тоже назвать нельзя, в принципе, потому что он пописывал, скажем, не писал, не работал на постоянной основе где-то. И вообще был человеком таким, знаете, тяжелым, вечным протестом, вечной неудовлетворенностью. Вот, тяжело было, конечно, с ним очень общаться. И то, что действительно в 2014 году он стал военкором, вот он нашел свою реализацию такую, да. В мирное время он бы не мог себя реализовать. Поэтому для него, как это не страшно и цинично звучит, может быть и хорошо, что вот сейчас, скажем, это произошло с ним. Но то, как произошло, ну, конечно, это такая горькая ирония и показательно очень, да, вот. Вот, под колесами, скажем, боевика фактически пророссийского. Ну, здесь сам факт, здесь даже нечего комментировать. А скажите, а как вы думаете, вот этот Вячеслав Сниткин, который был за рулем, он понесет какую-то ответственность? Или вот его должность его от всего оградит и защитит? Учитывая, что сейчас, так оказалось, он, Дубовой, был женат на Елене Шишкина. Это известная коллаборантка в Донецке. Она является членом общественного совета при президенте России. Возможно, вот она сможет продвинуть, скажем так, вопрос справедливой реакции власти на вот это, ну, фактически, убийство, да. Ну, мне трудно оценивать. Если бы она не была, вот, не имела эту должность, не была медийной фигурой, то я уверен, что, конечно, никакого наказания этот человек не понес. А так все будет зависеть от общественного резонанса, от того, какой она сможет создать общественный резонанс. Ну, и, конечно, от того, как она относилась вообще к своему мужу, как оказалось. Потому что она сама не против того, что произошло. Поэтому здесь много аспектов, скажем так, влияет на ответ на этот вопрос. Такой еще вопрос. В больницах Днепра спасают жизни двух иностранных волонтеров, пострадавших в результате обстрела россиянами в городе Часавьяр Донецкой области. Гражданин Германии Мавик Рубен и гражданин Швеции Йохан Матеа сейчас находятся в больнице с тяжелыми ранениями. Еще двое волонтеров из Испании и Канады под этим обстрелом погибли. Что касается раненых, я хотела спросить, получают ли они всю необходимую помощь? Какая информация есть о их состоянии? Как вы думаете, почему иностранцы так рискуют и едут в самые горячие точки? Мне трудно сказать о их состоянии, потому что люди больные. Это нужно постоянно уточнять. Я уверен, что их обеспечивают всем необходимым, тем более, если они в Днепре находятся. Я несколько раз ездил как волонтер в госпитали прифронтовые на Донбассе. Могу сказать, что там все люди были обеспечены, с медицинской точки зрения, по крайней мере. Поэтому в Днепре я уверен, что там все на высшем уровне. Что касается, почему они едут, ну а почему люди идут вообще на войму, часто, которые могут не идти? Почему люди занимаются какой-то волонтерской деятельностью? Каждый так себя реализовывает, значит, он чувствует, что ему это нужно. Почему я езжу, например, все-таки время от времени в госпиталя или на линию фронта? Потому что я хочу чувствовать себя живым, почувствовать реальную жизнь. Потому что в нашей мирной жизни, в быту, да, не всегда, скажем, ощущается реальный ритм жизни. Вот люди есть разные, вот они едут. Я встречался много с такими волонтерами, медиками часто. Кто-то пытается себя реализовать, скажем, психологически вот так, да. Кто-то пытается сделать себе какое-то резюме для последующего продвижения у себя на родине уже. Некоторые даже говорили о бизнесе, потому что они видят, скажем, недостатки нашей медицинской системы и предлагают какие-то ее решения. То есть у людей разная мотивация. Но в общем нужно сказать спасибо, что едут все-таки. Ну, во-первых, они реально помогают. И часто у них очень хорошее оборудование бывает, особенно у тех, кто работает непосредственно на машинах. Из Норвегии приезжали даже со своими машинами. Во-вторых, это люди, которые потом едут к себе на родину и рассказывают, что у нас на самом деле происходит, кто кого обстреливает и где на самом деле нацисты. Поэтому нужно сказать им большое спасибо и будем молиться за то, чтобы они выздоровели. Да, это люди, которые видели все своими глазами. Экипаж полиции «Белый ангел» вывез из Нью-Йорка Донецкой области мать и трех детей. Это 7-летняя Алена, 11-летний Кирилл и 13-летний Иван. Вот они жили в поселке под ежедневными обстрелами оккупантов. И вот чтобы не слышать взрывы, дети закрывали уши ватой, а обстрелы пережидали в подвале. Скажите, вот какое количество детей все еще находится в горячих точках Донбасса, в городах, в селах, на линии фронта, где максимально опасно, где детей вообще не должно быть. Есть ли у вас такая информация? И как вы полагаете, я не знаю, что еще нужно сделать, чтобы вывезти этих детей. Ведь часто уговоры не помогают. Родители как будто не слышат. Наоборот, даже прячут детей от полиции. Бывают и такие случаи. По цифре я вам не скажу. Я думаю, ее никто на самом деле не знает. Как оказалось, даже в опытном, где сейчас идут бои, еще находятся там 3-5 мирных жителей, как передает наша военная. Поэтому цифры могут быть разные. Была информация, что и в Авдеевке, которая тоже обстреливается, были даже не просто мирные жители, а мирные жители с детьми, которых они прячут. Да, Виталий Барабаш у нас рассказывал об этом. Да, почему это происходит? Ну, знаете, разные родители просто есть. У разных родителей разная социальная ответственность. Я поддерживаю. Было решение, кстати, нашего правительства о том, что дети должны вывозиться даже насильно. Да, да, принудительно мобилизации. Да, принудительно. Поэтому я поддерживаю такое решение. Считаю, что они вполне логичны. Если с родителями не все в порядке, скажем, в этом смысле, то дети из-за этого страдать не должны. Но, к сожалению, скажем, бывают разные случаи. И родители действительно и прячут детей. И здесь уже государство должно применять силу. Но сначала, конечно, их нужно обнаружить просто. Да, а потом, да, я с вами согласна, что вот эта эвакуация, она может быть и принудительной в таком случае. Спасибо огромное. Спасибо за ваши комментарии, за эту содержательную беседу. А зрителям напомню, Сергей Гармаш, журналист, президент Центра исследований и социальных перспектив Донбасса, был с нами на связи. Спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.